Школьники и студенты в гостях у офицеров. Несколько десятков юных жителей Верхневолжья посетили военную часть в Торжке. Там прошел областной день призывника. Что показывали будущим новобранцам, рассказывает Наталья Чекет. Эти парни и девушки потенциальные солдаты и офицеры. Школьники приехали в военную часть со всей Тверской области. День призывника ежегодное мероприятие, которое направлено на подготовку молодежи к службе в вооруженных силах России. Несколько лет тому назад парни стояли здесь. Сейчас они служат, сын. Без вас, без молодого поколения, которое придет на смену нам, не будет нашей страны, не будет государства. Для меня, как офицеры и как мужчины, примерно то же самое, заложило базу и фундамент, наверное, в службе. Потому что, да, мы были вместе одни. После службы в пограничных войсках было совершенно много службы. На базе Центра боевого применения и переучивания летного состава проводят подготовку летчиков высшей квалификации. Кроме того, здесь действует единственная в России вертолетная пилотажная группа «Беркуты». Сегодня военнослужащий Центр выполняет различные боевые задачи как на территории нашей страны, так и за ее пределами. После вступительных слов и приветственных речей ребята, разделившись на группы под руководством военнослужащих, отправились на экскурсию по военной части. Самым интересным для молодежи стал музей вертолетов. Газотурбинные двигатели. Летает на авиационном керосине. Мощные два двигателя. Здесь уже он берет 28 десантников со всей боевой нагрузкой. Ребята признаются, что подобные мероприятия помогают развеивать страхи перед армией. А также подобные экскурсии помогают узнать много новой и полезной информации. Много есть интересных мест, на которые посмотреть. Узнали про самый большой вертолет в мире, который никому не придалось узнать. Довольно интересно. Интересные экскурсии, интересно все объясняют. В общем, интересно. Для молодежи также подготовили выставку оружия, которое находится на вооружении в армии. И продемонстрировали его работу. ПК, пулемет, калашник, калибр 7,62. Темп прибыль 900 выстрелов в минуту. Короб на 150 патронов. Есть еще короб на 200 патронов. Вес порядка 4,5 килограмм. Приноначен для уничтожения живой силы противника, расчетов РПГ, ПК. Является ротным пулеметом. Завершающим этапом экскурсии стала полевая кухня. Ребят накормили настоящей солдатской кашей и налили сладкого чая. И может быть, кто-то из этих молодых людей в ближайшем будущем решит связать свою жизнь с военной службой. Продолжение следует...